Стабильно немного новых случаев заражения коронавирусом в последние недели фиксируют в Латвии. Так, за прошедшие сутки было проведено 1716 тестов. И только один из них оказался положительным. Но вот многие медики в региональных больницах до сих пор не получили доплаты за работу в условиях пандемии. Что об этом говорят в Минздраве, узнала Анастасия Дьяконова. В конце марта уже во время действия чрезвычайной ситуации правительство решило, медикам, которые работают на ковид-передовой, будет обеспечена прибавка к зарплате вплоть до 50% от того, что медик получает в обычное время. Когда работники здравоохранения получили обещанное, довольны были не все. Но, как оказалось, на сегодняшний день недовольными остаются региональные больницы, которые так и не получили деньги на доплаты. Приблизительно половина, а даже немногим больше, чем половина больниц, обеспечили доплатой своим работникам из своих средств, что является дополнительной финансовой нагрузкой, так как приходится забирать эти деньги от других услуг. Но приблизительно половина больниц не произвели выплаты, потому что они все еще ждут компенсации. Действительно, для получения средств на доплату была разработана специальная система. По задумке Министерства здравоохранения, каждое медицинское учреждение самостоятельно определяет круг лиц, которые должны получить прибавку к зарплате. Какой будет эта доплата, определяют по критериям. Как долго человек работал, какой была нагрузка и где именно он трудился. После чего уже к ближайшей зарплате эта доплата должна быть. После этого больница самостоятельно обобщает всю информацию о людях и о выплаченных суммах. И отправляет эту информацию в Национальную службу здравоохранения. Там эксперты перепроверяют полученные данные, после чего обращаются в Министерство финансов, чтобы возместить потраченные средства. То есть фактически деньги больницам должны быть выплачены задним числом? Изначально спрогнозировать, кто именно и в каких медучреждениях будут вовлечены в процесс лечения COVID-19 было очень тяжело. Поэтому и было решено сначала определять объем работы, рассчитать выплаты и перечислить их, а потом погасить траты. По словам главы общества больниц, не у всех региональных медучреждений были свободные средства, чтобы обеспечить прибавки врачам авансом. В Минздраве на это отвечают. Надо было использовать деньги, которые больницы получают, опять же, авансом для работы в следующий месяц. Впрочем, с момента введения доплат прошел не один и даже не два месяца. А деньги больницам так и не перечислены. Не всегда все происходит так быстро, как было запланировано. И определенный процесс можно было бы улучшить и ускорить. Но надо принимать во внимание, что речь идет о более чем тысяче медиков, о работе которых приходят отчеты. И уже сегодня вечером стало известно, что Министерство финансов утвердило выделение 3 миллионов 600 тысяч евро для компенсации доплат медикам за работу в марте и апреле. В ближайшее время эти деньги должны оказаться на счетах медучреждений.